9,7 лет лишения свободы двум одесским судьям, 5 лет тюрьмы главе Херсонской ТЭЦ, 8 лет экс-директору Кировоградского центра газа. Всего 20 обвинительных приговоров в отношении 23 коррупционеров. Таковы результаты работы антикоррупционного суда, а также Национального антикоррупционного бюро. В том числе и Одесского управления, деятельность которого охватывает весь юг Украины и Кировоградскую область. Правда, ряд дел находятся в апелляции, приговоры по ним не окончательные. Как, например, по упомянутым судям Алиновского райсуда Одессы. Один из них вообще сбежал из страны, а другой обжалует решение первой инстанции. Особенно Одесская НАБУ ставит себе в заслугу завершение уголовного производства по разворовыванию 131 миллиона гривен из городского бюджета. Речь идет о приобретении городом недвижимость у коммерческой структуры по завышенной в 10 раз цене для расширения западного кладбища. Речь идет о приобретении государства. На сегодня дело отправлено в суд со всей доказательной базы. Некоторые его фигуранты уже лишились своих должностей. Так, директора городского департамента коммунальной собственности Александра Спектора уволили в январе текущего года. К слову, Спектр вместе с мэром Трухановым и рядом ископоставленных чиновников мэрия обвиняются по еще одному громкому делу – покупки завода краян по завышенной цене для создания там евромэрии. В январе Антикорупционный суд Украины постановил возобновить рассмотрение громкого производства. В общем, за второе полугодие прошлого года инспектора Одесского НАБУ открыли 386 криминальных производств, вручили 76 подозрений, добились 35 обвинительных актов. Всего антикоррупционеры спасли для государства более 422 миллионов гривен. В эту сумму входят как компенсационные выплаты госпредприятиям, так и предотвращенный экономический ущерб. Отмечу, что в первом полугодии прошлого года эта цифра была в 3,5 раза больше – более 1,5 миллиардов гривен.